Восьмое ноября 2018 года Мы не знаем свою историю, мы пытаемся найти хоть где-то какие-то крохи, и вот когда попадается что-то более-менее похожее на правду, я пытаюсь вам донести это. Итак, если кто, конечно, не хочет долго слушать, может сразу выключить ролик. Ролик-то пойдет об индейцах и о том, как американцы убивали на своей территории местное население. Это была страшная бойня. На самом деле более 100 миллионов человек убили на той самой земле для того, чтобы жили сегодня американцы. Это не только было там, не только в Америке, это было также на Аляске, на Чукотке и в других местах. В Европе все то же самое. Это только, знаете, такой маленький пласт истории, маленькая статья, на которую можно опереться, чтобы хоть что-то понять в том, что же было на самом деле с нами, с нашей историей. Индейцы, коренное население Америки, истреблены почти подчистую всякими покорителями, прерий и прочими уголовниками, которых до сих пор США и Канада считают национальными героями. И очень обидно становится замужественных аборигенов Северной Америки, убийство которых по национальному признаку замалчивается. Все знают про Холокост, геноцид евреев, а про индейцев как-то прошло мимо демократической общественности это. Это именно геноцид. Людей убивали только за то, что они индейцы. Более полувека после открытия Америки местное население вообще не считали за людей. То есть натурально принимали за животных на основании того, что индейцы не упомянуты в Библии. Там просто забыли, наверное, те, кто писали. Значит, их и не было вовсе. А раз не было, значит, их можно убивать. Гитлер, щенок по сравнению с покорителями Америки, в результате Холокоста американских индейцев, также известного как «Пятисотлетняя война», было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады. Гитлеровская концепция концентрационных лагерей многим обязана его изучению английского языка и истории Соединенных Штатов. Он восхищался, это Гитлер, лагерями для буров в Южной Африке и для индейцев на Диком Западе и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного населения Америки. Красных дикарей, которые не могут быть пленены и приручены от голода, и в неравных боях они были уничтожены. Термин «геноцид» происходит от латинского «genos», «раса», «племя». «Цид» – это убийство и буквально означает уничтожение или истребление целого племени или народа. Оксфордский словарь английского языка определяет геноцид как преднамеренное и систематическое истребление этнических или национальных групп и ссылается на первое употребление термина у Рафаэля Лемкина относительно действий нацистов в оккупированной Европе. Правительство Соединенных Штатов отказалось ратифицировать Конвенцию ООН о геноциде и не мудрено. Многие аспекты геноцида были реализованы на коренных народах Северной Америки. Список американской политики геноцида включает в себя массовое истребление, биологические войны, принудительное выселение из родных мест, лишение свободы, внедрение ценностей, отличных от коренных, вынужденная хирургическая стерилизация местных женщин, запрет на проведение религиозных обрядов. Окончательное решение проблемы индейцев в Северной Америке стало моделью для последующего Европейского Холокоста и Южноафриканского Апартеида. Но почему самый большой Холокост скрыт от общественности? Не потому ли, что это продолжалось так долго, что стало привычкой? Показательно, что информация об этом Холокосте преднамеренно исключена из базы знаний и сознания жителей Северной Америки и всего мира. Школьники до сих пор учат, что большие территории Северной Америки необитаемы. В Мехико проживало больше населения, чем в любом другом городе Европы. Люди были здоровы и сыты. Первые европейцы были поражены. Сельскохозяйственные продукты, культивировавшиеся коренными народами, завоевали признание на международном уровне. Холокост североамериканских индейцев страшнее апартеида в Южной Африке и геноцида евреев во время Второй мировой войны. Где же памятники? Где же проводятся мемориальные церемонии, посвященные этому? В отличие от последовательной Германии, Северная Америка отказывается признать геноцидом уничтожение индейцев. Власти Северной Америки не хотят признавать, что это было и остается системным планом уничтожения большей части коренного населения. Термин «окончательное решение» не было придумано нацистами. Это был управляющий по делам индейцев Дункан Кэмпбелл Скотт, Канада Адольфа Эйхмана, который в апреле 1910 года так заботился об индейской проблеме. Итак, его забота. Речь. Мы признаем, что индейские дети теряют естественную сопротивляемость к болезням в этих тесных школах и что они умирают гораздо более высокими темпами, чем в своих деревнях. Но это само по себе не является основанием для изменения политики этого департамента, направленной на окончательное решение индейской проблемы. Европейская колонизация Америки навсегда изменила жизнь и культуру коренных американцев в 15-19 веках. Их поселения были разорены, народы истреблены и порабощены. Марлен Брандо в своей автобиографии посвящает несколько страниц геноциду американских евреев. Марлен Брандо это голливудский актер, если вы знаете, который играл в год фазы. После того, как их земли были отняты у них, оставшиеся в живых были согнаны в резервации, а правительство направило к ним миссионеров, которые пытались заставить индейцев стать христианами. После того, как я стал интересоваться американскими индейцами, я обнаружил, что многие люди даже не считают их человеческими существами. И так было с самого начала. Коттон Матер, преподаватель Гарвардского колледжа, почетный доктор университета Глазга, министр-пуританец, плодовитый писатель и публицист, известный исследованиями салемских ведьм, сравнивал индейцев с детьми сатаны и считал божьей волей убивать язычников-дикарей, которые стояли на пути христианства. В 1864 году полковник американской армии по имени Джон Шевингтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню, и сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастет вожь. Он сказал своим офицерам, я пришел, чтобы убивать индейцев, и считаю, что это право и почетная обязанность, и необходимо использовать любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев. Солдаты отрезали вульвы индийских женщин и натягивали их на луки, сёдел, а из кожи, мошонки и грудей индейских женщин делали кесеты, а затем демонстрировали эти трофеи вместе с отрезанными носами, ушами и скальпами убитых индейцев в Денверском оперном театре. Это были просвещенные культурные и набожные цивилизаторы, которые пришли поработить земли Америки. Кто же были эти люди, которые пришли изначально завоевать чужие земли? Мы этого не знаем до конца. Когда в очередной раз США заявляют о своем желании просветить очередной народ, погрязший в дикости, бездуховности, тоталитаризме, не стоит забывать о том, что мертвичиной основательно провоняли сами США. Вот такая история про индейцев. Пишите, что вы думаете. Может быть, вы подскажете мне еще другие материалы на эту тему. Во всяком случае, мы не знаем своей истории. Видите, она печальная, потому что она основана на уничтожении предыдущих рас, народностей, которые жили до нас на этих самых территориях. А теперь мы, дети завоевателей, мы ничего не знаем. И мы думаем, что так было всегда и что мы жили на наших землях всегда. Пишите, давайте вместе думать, что же это такое. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.